Добрый день, коллеги. Меня зовут Петр Лиляев, Центр цифровизации и образования. Мой доклад посвящен системе управления компьютерным классом для операционной системы МОС. В течение долгого времени работал в школе учителем информатики и испытывал большую боль при такой ситуации, как вы видите сейчас на картинке, когда большой класс, у всех какие-то свои требования, потребности, нужно проверять работу, бегать между компьютерами, времени катастрофически не хватает, у кого-то надо задержаться, у кого-то не надо задержаться, кто-то уже все сломал, пока учитель идет от одного к другому. В общем, проблем хватало. Каким образом можно было реализовать? В общем, этот процесс каким-то образом упростить, автоматизировать и так далее, чтобы ученики, допустим, сделали какую-то работу, программу, допустим, написали. Чаще всего речь идет о программировании, хотя не только. При программировании есть, допустим, системы дистанционной подготовки, типа информатикс или АЦМП, там есть несколько. А если они делают задания, допустим, которые в 9 классе должны проверять на экзамене потом эксперты, то есть человек, нужно, чтобы учителю была возможность их каким-то образом посмотреть и после урока. Какие были предложены решения, какие вообще были известные решения в течение последних лет 10, допустим. Отправка работы на почту учителю, загрузка в облако. Еще там в некоторых школах есть общая какая-то сетевая папка, которую даже если перед началом учебного года чистить, она к концу года приобретает какой-то катастрофический совершенно вид. Я не говорю про объем, просто там вижу по глазам слушателей, что сталкивались с такой проблемой. И когда перешел на работу в ЦЦО, первое время непосредственно работал с учителями, и они подтвердили, что это не только моя персональная боль, что у многих есть такая проблема. И когда началось активное импортозамещение и пошел перевод московских школ на МОС, понятно, что перед разработчиками встала совершенно очевидная задача реализовать какой-то инструмент, который бы позволил упростить вот этот процесс. Таким образом появилась система управления компьютерным классом. То есть начиналась она именно с этого. То есть первоначальная задача системы управления компьютерным классом была каким-то образом помочь учителям организовать обмен заданиями, ну, соответственно, условиями на компьютер учеников и их решениями, то есть файликами, которые они сделали, обратно на компьютер учителя. Но, соответственно, был выбран для этого протокол SSH. Все очень просто. Значит, с сервера копируется ключ на хосты учеников, если известен исключительно логин и пароль админа на каждом из ученических компьютеров. После этого авторайс-кейс копируется в root, и дальше обращение к хостам происходит исключительно к root. Я к этому обязательно еще вернусь. На сегодняшний день система управления компьютерным классом имеет вот такой вот вид. Есть две вкладки — интерфейс для учителя и интерфейс для администратора. Очень часто это один и тот же человек, но во многих школах это разные люди, и администратор, который настраивает систему управления классом, вообще компьютерный класс не хочет, чтобы у учителя были определенные возможности, чтобы учитель что-то ему сломал, он хочет держать все под контролем, поэтому вторую вкладку можно запаролить. Какие есть возможности у учителя? Давайте быстренько пробегусь, не уверен, что видны надписи на кнопках. Значит, здесь учитель видит исключительно названия хостов, их можно называть прямо русскими буквами, то есть там, не знаю, компьютер Васси, компьютер Коли и так далее, или там, не знаю, ноутбук Мостех, не знаю, моноблок Асер. Значит, что может делать учитель? Создать папку, сдать работы, собрать работы, очистить работы, раздать задания, очистить задания. Это вот то, о чем я говорил в самом начале, то, с чего эта программа, собственно, начиналась. То есть, например, раздать работы. На выбранные в таблице компьютеры копируется файл или папка, если, соответственно, учитель у себя на компьютере выбирает папку, на нее сразу устанавливается владелец root, то есть, соответственно, если ученику на компьютер скопировать задание с учительского компьютера, ученик их случайно у себя не сотрет, у него просто прав таких не будет. Ну и у него на рабочем столе создается, причем на рабочем столе текущего пользователя, то есть программа определяет, какой текущий пользователь сейчас залогинен на хосте на компьютере ученика. Создается папочка «Сдать работы», и ученик, выполняя задания, сохраняет их в эту папочку и нажимает, точнее не нажимает, учитель нажимает у себя кнопку «Собрать работы», и у него в указанной папке создаются под папочки с датой, временем и номером хоста или именем хоста, как он выберет, и туда, соответственно, копируется вот это все от учеников. Сейчас это реализовано так, но понятно, что нужно писать программы, да, мы же не для себя работаем, но мы работаем для учителей и, соответственно, для администраторов вот этих, и должны реагировать на их запросы. Мы находимся в контакте с, у нас полторы тысячи админов московских школ, и у нас есть фокус-группа, там около десятка активных админов, которые в основном предлагают нам задачи, то есть что еще нужно сделать, что еще нужно улучшить, и они же, соответственно, тестируют обновления уже в рабочей обстановке. Что, соответственно, еще возможно сделать учителю? Архивация и восстановление домашней папки. Очень известная тоже ситуация, когда ученик, там, не знаю, поставил на рабочий стол какую-нибудь фигню, да, там, не знаю, 200 раз там скопировал одни и те же ярлыки, так что у него закончился рабочий стол, там, не знаю, что-то тоже случайно удалил и так далее. Ну, можно, соответственно, в начале рабочего дня создавать прямо у учеников, да, это в фоновом режиме все делается, прямо у них на хостах архив их домашней папки, ну, и после, допустим, рабочего дня или после рабочей недели восстанавливать. Это все происходит достаточно быстро, после этого компьютер перезапускается, компьютер, ну, соответственно, домашняя папка пользователя откатывается к тому состоянию, на котором была создана вот эта точка восстановления. Мелкие всякие полезные опции, типа, там, отобразить имя, да, если, не знаю, есть там 20 компьютеров и не очень понятно, какой там компьютер соответствует какому табличке, можно выделить компьютер в табличке, нажать отобразить имя, и на него отправится команда через Zenit, там, на весь экран отобразится имя Хаса, то есть как он называется в этой таблице. Поменять обои у учеников, вот, тоже полезная опция, то есть если там все ученики пришли, такие, о, мы сейчас там обои все поменяем, поставим что-нибудь, не знаю, из игрушек, да, вот, взять, всем просто принудительно поменять на какие-то там конкретные. Открыть браузер с указанной страницы, да, допустим, нужно решить какую-нибудь задачку на уроке из решу-ега, они сидят за компьютером, можно просто отправить на всех хосты команду, открыть там браузер хромиум, который по умолчанию там у всех установлен в системе, с указанной страницей, все, у всех открывается, не нужно там на доску вводить какую-то ссылку, чтобы они сами набирали там QR-код даже, чтобы они на это теряли время. Удаленная авторизация, удаленный выход из системы, тоже достаточно удобно, если, например, в одном классе физическом работает несколько классов учебных, то можно в конце, допустим, урока всех разлогинивать, да, выводить на экран авторизации в системе и после этого загружать новый профиль, да, программа поддерживает несколько профилей, то есть, допустим, у учителя есть профиль, там, не знаю, седьмой А, там, восьмой Б и так далее, загружается новый профиль в табличку, там новые имена учеников и их пароли, кнопочка авторизации и на всех хостах, соответственно, выполняется авторизация этих учеников в системе, вот, то есть, что это исключает ситуацию, ой, я забыл пароль, да, ой, я не могу войти, и, в общем, опять-таки, трату времени учителя, то есть программа очень сильно позволяет экономить учительские ресурсы. Ну и, соответственно, учитель также может у себя на сервере открыть проводник, тоже, ну, подключиться к какому-то хосту ученика и открыть проводник, да, посмотреть, что у него там происходит и открыть, соответственно, папку, куда ученики сдали работу. Немножко больше возможностей на вкладке настройки хостов, это вкладка, которая пользуется по умолчанию администратор, который работает в этом компьютерном классе на бятике, чаще всего это учитель, поэтому здесь какие-то опции для учителей тоже есть. Два слова про настройку, то есть самое главное, что в этой программе должно быть и как она должна работать, это простота и удобство. То есть для того, чтобы настроить систему управления компьютерным классом, что нужно сделать? Нужно, чтобы все компьютеры, которые находятся, которые должны обслуживаться сервером, находились с ним в одной сети, и достаточно сделать вот что, достаточно ввести их адреса, причем это мог быть хостнейм и мог быть IP, и достаточно ввести логин и пароль любого пользователя из Will на каждом из этих хостов и нажать кнопочку настроить доступ по SSH. После этого происходит схема, которую я показывал два слайда назад, копируются ключи, и после этого все команды можно выполнять просто нажатием вот на одну какую-то удобную кнопочку из этого списка, то есть не нужны никакие сложные действия по настройке. Это очень важный момент, сейчас еще раз к нему вернусь на следующем слайде. Давайте пока посмотрим, какие еще есть возможности, у расширенной возможности систем управления компьютерным классом. Значит, для заполнения таблички можно генерировать администраторов, то есть на все компьютеры назначить одного и того же администратора и с пользователями то же самое. Кроме того, если табличку заполнять вручную, то, допустим, ввести там IP, когда там 1, 2, 3, 4, и добавить еще 20 записей в эту таблицу, то автоматически там добавить 1, 2, 3, 5 и так далее. Дальше. Создать учетные записи учеников создаются на хостах по кругу учетки. VION. Значит, очень важная программа VION, к которой тоже многие учителя привыкли, которая, конечно, работает на MOS в том числе. Система управления компьютерным классом позволяет установить и настроить VION на сервере и на хостах, и тоже администратору не возиться с этим, потому что, к сожалению, очень многие администраторы испытывают огромные сложности с установкой и настройкой VION. По нашей оценке, половина администраторов в московских школах не может настроить VION у себя в компьютерном классе. То есть испытывают серьезные прямо проблемы. Выполнение команд. То есть можно отправить просто на хосты команду, которая выполнится там от рута. Ну, давайте посмотрим пример интерфейс. Допустим, нужно на все хосты установить какую-то программу. Можно нажать кнопку «Становить программу». Вот такое вот окошечко. Появляется справа список популярных программ, которые чаще всего учителя хотят установить в компьютерном классе. Можно просто галочками отметить или вписать название. И на хосты отправляется команда, которая просто устанавливает их из репозитория. Ну и еще достаточно много есть возможностей. Что еще я забыл сказать? Можно запретить ученикам изменять сетевые подключения. Можно ограничить им устройство ввода. Ну, в общем, я обо всем даже не успею сейчас рассказать. Самое главное, я надеюсь, что я упомянул. И хочу в завершение, наверное, еще очень сказать… Хватает еще времени? Да, времени у вас достаточно, потому что один доклад у нас пропущен. Отлично, спасибо. Тогда пару слов про отличие от Vion. Я бы, наверное, на месте слушателей задал себе в первую очередь вот такой вопрос. А зачем вот это все городить, если уже есть Vion? Ну, во-первых, как я уже упоминал, простота настройки. То есть нам было важно создать инструмент, который бы работал из коробки. Ввели адреса, логин и пароль, нажали кнопочку настроить, все работает, чтобы не было таких сложностей. Во-вторых, позволю себе процитировать бывшую коллегу, учительницу истории. Как вы до сих пор не знаете, чем класс отличается от сословий? В первую очередь тем, что класс это одно, а сословие совершенно другое. Вот, функционал разный, что отражено на слайде. То есть посмотрите, управление компьютерным классом, что делает и что делает Vion. Основной принцип работы Vion, основное назначение Vion – это контроль хостов в реальном времени. То есть перехват управления, просмотр того, что происходит на хостах в реальном времени. Управление компьютерным классом этим не занимается. То есть основное назначение – это каким-то образом все-таки передача данных, передача файлов через протокол SSH, отправка каких-то определенных команд. То есть понятно, что через Vion в принципе это тоже можно делать, но это намного менее удобно, у него в целом немножко другое назначение. Ссылки, которыми хочется позелиться, репозиторий на MosHub лежит, исходные коды открыты. Если, соответственно, есть учителя информатики, администраторы, которые заинтересовались, установили себе управление компьютерным классом, но хочется, чтобы разработчики что-то еще реализовали. Да, понятно, что pull requests будем ждать и будем очень рады. Но также если найдутся просто пользователи, которые поставили и хотят каких-то доработок, мы будем очень рады также задачам, которые на том же самом MosHub можно поставить разработчикам. Мы включаемся в обсуждение, обязательно всех видим и со всеми общаемся. Ну и просто почитать, как работает. Можно вот на ithelp.school.ru скачать дистрибутив Mos, в репозиторий, который уходит в систему управления компьютерным классом, можно с сайта Osmos.ru, даже QR-код прикреплять не буду, потому что ссылочка очень короткая, простая. Заходите, мы будем очень рады всем новым пользователям. Спасибо за внимание, буду рад ответить на ваши вопросы. А я сразу... Вообще, ваша система, тут многие, конечно, Vion, Vion, значит, это сразу завыли. Она больше похожа, скорее, на веб-интерфейсы над системами типа Enzible, там, Infra. То есть у вас какие-то сценарии копятся. Пока у вас очень простые такие вот эти сценарии, кнопочка нажатия, Саша, ДНФ, инсталл, там, что-то такое, что у вас там в России в Mos.ru. Она, на самом деле, скорее всего, будет постепенно куда-то двигаться, там сценарии будут становиться все более и более и более сложные. И вам надо просто подумать, то есть либо Enzible подключать туда либо P-Infra, либо какие-то скрипты, которые потом администраторы будут делиться между другом. И, в принципе, такие системы уже есть. То есть в веб-интерфейс нажать кнопочку, а там за ним веб-администраторы делают какие-то скрипты, которые объединяются, какая-то библиотека возникает и чего-то такое. Ну, вот это я заметно делал. Это не веб-интерфейс, это QT, да, на питоне написано. Но в целом, да, мы будем решать проблему по мере поступления. Если понадобятся какие-то сложные скрипты, конечно, будем смотреть, ну, более сложный сценарий, будем смотреть, как это вообще может быть реализовано. И, может быть, да, придется переходить на другое какое-то решение. Полторы тысячи администраторов в школах, конечно, красота, где бы их столько набрать. В каждой школе администраторы, я так понимаю. Ну, они, наверное, такие администраторы, и раз им эта штука нужна, серьезная. Это то, что я говорил в самом начале, дикая нехватка программистов в школах, именно не администраторов, а программистов, которые напишут вот эти простенькие ГУИ, которые нужны для снижения порога вхождения специалистов, которые это все администрируют. Извините, пожалуйста, а зачем в каждой школе писать заново ГУИ, о котором вы говорите? Нет. Зачем программист в каждой школе? Нет, не в каждой школе. Программист в рамках системы, вот один, два программиста, которые для всех школ написали в системе. Смотрите, я понял, я объясню. Просто вот эта система, наверное, пятая или шестая, которую я вижу уже практически с идентичным функционалом, написанной в виде дистоп-приложения и так далее. Смотрите, во-первых, у меня даже в названии доклада фигурировало название операционной системы МОС, то есть это та система, которая сейчас стоит в московских школах, и то, что там должно работать из коробки. Может быть, какие-то другие туда можно еще дополнительно доставить. Я уверен, что какие-то нельзя туда доставить, не знаю, по совместимости или чему-то еще. Это во-первых. А почему десктопная? Почему не вебная? У меня ощущение, что она сдохнет именно поэтому. На уровне, я понимаю, что это решение на уровне школы, а на уровне класса. На уровне класса, когда учителя, информатики и админы вместе, вот эта штука реально работает проще. Насчет администраторов, можно немножко прокомментировать? Значит, смотрите, конечно, далеко не в каждой школе есть полноценный админ, но в каждой школе есть полноценная должность админа. Кто и занимает, это другой вопрос. Это может быть, не знаю, какой-нибудь учитель географии, которому не хватает часов доставки, чтобы мы там доплачивали. А как он при этом работает? Ну, как может, так работает. Ну, наша задача помогать тем, кто вынужден работать в таких ситуациях. Так, вопрос по поводу кода. Я посмотрел, у вас там скорее про какой-то бэкэнд кусочки. При этом вы указывали дебаз, указали, что это доступное приложение. Это Пикуте все-таки? Или как бы на питоне написан, а как бы веб-интерфейс графический? Понятно. Та ссылка, на которую вы сослались, она включается и фронт, и бэк? Или вот как-то там вот это... Да, 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 все сразу. Заходите, смотрите, отправляйте. Там немного на самом деле. Да, там много. Выглядит прям очень компактно. Вообще говоря, очень интересно. А дебаз, который вы используете, вот вы указывали его, а дебаза вы чем пользуетесь? Авторизацией. Авторизацией? Авторизацией учеников в системе. А, то есть вы используете кунти-аккаунт-сервис для выяснения заглагиненных пользователей? Ну да, да, да. А API на дебазе каких-то сервисов? Что? Вы используете API на дебазе для каких-то сервисов из-под вашего приложения? Для авторизации, да. Его больше не используется. Мы просто посмотрели, как это сделано в Вионе. Там нужно, ну грубо говоря, он захватывает там мышь, клавиатуру, и нужно вводить вот именно логин и пароль. Если возникает экран, в котором там логин, к примеру, уже введен, да, то есть пользователь выбран, и нужно только ввести пароль, Виона в такой ситуации не может работать. Вот, а управление компьютерным классом может. А для авторизации у вас там при этом полкид используется, или в чем смысл авторизации? Для авторизации… Жень, я немножко объяснил тут. Дело в том, что Петь пользуется как раз дебаз тем, который добавил другой человек. Мы сделали, изменили SDDM таким образом, чтобы туда можно было не как… Да, я понимаю. Дело в том, что Вион, когда есть там функция залогинивания, вот он не умеет залогинивать SDDM, GDM и все остальное. Он делает это с помощью xd-tool. То есть он должен, курсор, стоять прямо в том поле, который является логином. И тогда Вион отправляет команду xd-tool, он ввести туда логин, нажать табулятор, ввести пароль, нажать Enter. Это не всегда работает, когда у тебя, например, уже введен логин. Это он два раза введет, поэтому пришлось переделывать модуль, доделать модуль SDDM, который сможет принять команду по дебазу и залогинить. И вот этот интерфейс мы уже передали Петру, и Петр добавил свою программу, чтобы обратиться к этому дебазу и залогинить его. Я понял, понял. Я бы назвал тогда это действие искорения авторизации, а авторизации процесса аутентификации системы при логине. Это на кнопочку не влезет, и учителя не поймут, что там происходит. Вот тут вот как раз тема самая-самое упрощение, то есть нужно было сделать как можно проще все, чтобы мог воспользоваться в том числе учитель географии, который занимает должность админа. Весь смысл вообще вот этого проекта в этом, но он настолько разросся, что получилось, что некоторые админы реально управляют всем зданием, не компьютерным классом. Да, да, спасибо. Я вот как раз забыл об этом сказать. Конечно, эта программа может использоваться далеко не только в компьютерном классе. То есть она может использоваться, не знаю, в какой-нибудь там бухгалтерии, допустим, сделать один сервер, с него пересылать там при помощи кнопочки отправить задание, пересылать там какие-нибудь документы, вместо того, чтобы бегать с флешками. То есть в целом, на наш взгляд, это достаточно удобная программа вообще для различных абсолютно школьных нужд. Коллеги, Тёма, я, честно говоря, сейчас в ужасе сидел, потому что я так расслабился. Думаю, ну, наверное, сделали автологинчик, там подбрасывают новые конфиги, дергают DM, он запускается сразу. То, что ты рассказал чудовищно. Почитайте worse than failure статью. Это вот про такое. И когда люди что-то сделали и думают, что сделали хорошо, а на самом деле это ужас. Вот. То есть слава богу, что ради того, чтобы пользователю была кнопочка, и тут вы молодцы. Но внизу вот все-таки просто плохо сделанные в таком плане системы, они дальше кусаются. То есть кого-то, кто будет переделывать за вами, вас, когда там через пять лет споткнет на вывод какой-нибудь, будет переписываться там, не дай боже, еще чего. Чего, собственно, изначально хотел сказать, это то, что для случаев, когда вот у вас там упоминаются массовые операции, я так подозреваю, что у вас это итератор пройти по всем машинкам, сделать какую-нибудь команду. Есть кластерные SSH, их там полдесятка-десяток реализаций, достаточно давно известно. В свое время для Ломоносова отобрали по сумме факторов PDSH. То есть говорится, ну там описывается, что можно писать, вот у тебя группа хостов, вот у тебя окошко, там можешь работать в 32 коннекта одновременно. И есть средства разбора выхлопа, автоматизации его группировки в случае необходимости вывода или реагирования на него. То есть чтобы это, если такая задача, ну скажем так, более плотно возникнет, вот хотя бы, чтобы слышали, что-то есть. Хорошо, спасибо, посмотрим. Я так понял, здесь в основном идет процесс администрирования, да, помощь учителю, да, настроить какие-то рабочие вещи, да. А вопрос такой, как это планируется, вот до сих пор, он как теперь, вот там школьники, скажем так, что-то делают, а он до сих пор подходит к монитору, что-то подсказывает, или уже может посмотреть удаленный рабочий стол? Смотрите, удаленный рабочий стол может посмотреть через Vion. То есть в реал-тайме управление компьютерным классом этим не занимается, просто у программы другое назначение. Подойти к компьютеру ученика ему вообще никогда никто не запретит. То есть учитель как построил урок, так построил. Но эта программа позволяет, допустим, если ученики сделали много файлов, а учитель хочет их проверить после урока, позволяет их собрать, вместо того, чтобы бегать во время урок с высунутым языком, пытаться там срочно-срочно всех обижать и поставить оценку. В процессе, скажем так, в процессе урока, вот сразу там подсказать, ему сразу удаленно не получится пока на данный момент. Удаленно подсказать? Это как? Ну, прямо вот ему там, прямо, скажем, вывести. Захватить экран и что-то там сделать? Это Vion. Иногда мебель неудачно расставлена в компьютерном классе, и вот вместо того, чтобы подходить, вот тот или иной монитор подцепить… Это Vion. Мы не дублируем функционал Vion, мы его дополняем. — Коллеги, можно как раз вопрос по поводу Vion и всего? Вообще эти системы появились в конце 80-х, класс Room Systems, они называются. Первое, которое я увидел, это был Land School, интеловский, точнее, лаборатория. Она не свободная, она и сейчас существует, по-моему. Потом очень известная Данглэйрная Top School, наверное, многие видели. Она подлинглась, под виндой работа и так далее. А вот из свободных, ну, две, действительно. Сейчас Vion, но она после переименования. Я хочу обратить внимание, посмотрите еще, мне она больше понравилась, показалось, простой и менее глючный. Называется Epoptes, система Epoptes. Я не помню, есть ли она в дистрибутиве альтообразования. По-моему, у меня была мысль попросить ее туда воткнуть. Вот, но штука хорошая. Epoptes. Ну, найдете, господи, куча обзоров, там каждый год выходит. Ну, вот я ее использую просто в классе. А почему вы все-таки стали делать отдельное решение? Почему вы не фортнули там или не включились в разработку Vion? Вот я хочу просто понять, потому что у вас есть... Сейчас у него истерика будет, он целых полчаса объясняет, почему это не Vion. Нет, это дополнение. Нет, нет, я долго работал в школе, я могу без истерики еще раз... Зачем еще одно приложение? Уже даже я понял. Функционал. Вообще-то другой функционал. То есть то, что делает Vion и то, что делает наша программа абсолютно разные. То есть я уже понял, наконец, почему это дестопное приложение, почему не Vion. То есть я даже понял, зачем это. Я даже, наверное, думаю, что вам стоит сделать именно мобильное приложение. То есть бегает учитель, поклотит, у него тут мобильный телефон приключен на руке, и у него там кнопка «Вась, мудак». Значит, откатите себя, сервером, это самое. Мария Ивановна. Кофе. Кофе по СССР заходит на кофемашину, делает лоте, макиято. Там такой-то, там вот это все. И вот он там без кнопки нажимает, как-то так. То есть это совсем не Vion. Ну, в любом случае, посмотреть, как работает другая система, которую вы сказали, стоит. То есть если там есть какой-то функционал, который мы поймем, что не хватает у нас, конечно, да, добавим. Спасибо. Мне кажется, понял, Миша, что ты понял то, что комментировал Артем с точностью наоборот. Они не используют X-Dotool. Это Vion плохой. Он использует X-Dotool. Они не используют X-Dotool. Они хорошие. Ну, я тоже нормально объяснил, как в школе, да? Я только учусь. Вот эту задачку решаем через вебовское решение. Я понимаю, чем удобна вот эта история с помощью закинуть на диск, несомненно. Возможно, просто надо к вебовскому решению добавить агента, который будет ставиться локально и для разных типов операционных систем. И тогда это будет прям космическое удовольствие. Фишка именно для этого решения, то, что там, видимо, оптимально используют интерфейс. Кнопки там, не знаю, побьет плитки. То есть он прям не куча там этих мышек выцеливает в вебе, там скролирует какие-то сраные фреймы, а вот просто кнопка, 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 кнопка. Ну, ладно, X позволяет делать то же самое в вебе там без проблем. Ну, ладно, хорошо. Тогда как-то немножко вдогонку по Vion, к X-Dotool. Вообще говоря, в истории изобретательства такие случаи, когда что-то пытались обезьянить, они сплошь и рядом. То есть первые автоматы по проверке того, какие получились... Миша, почему у тебя все метафоры животные какие-то? Зоопарки, обезьянники, то есть все перечислил, я не знаю, что... У тебя учусь, к сожалению. Очень плохо у меня получается учить, Миша. Короче, первые автоматы по проверке блюдец, чашек, они уподоблялись, собственно, человеку. То есть была некоторая конструкция рукообразная с молоточком, которая разбивала примерно каждую вторую тарелку. Потом попробовали все-таки сварьировать методы воздействия. Оказалось, что ультразвуком и светом проверять эффективнее. Соответственно, в программировании и в автоматизации тоже... Помните, что не всегда стоит обезьянничать. На этом жизнеутверждающем Каане от... Если вы не поняли, то это не сразу, обычно, минут через 20 дойдет или нет. Наверное, стоит поаплодировать. Хорошо, спасибо за доклад. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!